О людях, что жили всегда, наступая, О бессмертных героях, О славе немеркнущих лет, О полках, что водил из атаки в атаку Чапаев, За свободу, за правду, За счастье и мир на земле. КОНЕЦ КОНЕЦ Товарищ Фрунзе, прибыл комиссар Чапаевской бригады, Лычков. Просите. Есть. Прибыл по вашему вызову, товарищ Фрунзе. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Дело серьёзное, товарищ Клычков. Думаю, назначат Чапаева начальником дивизии. Что скажете? Я знаю его мало, но слухов о нём сами знаете. Как он на деле-то? Вы с ним хоть сколько-нибудь да поработали. Чапаев, герой Михаил Васильевич. Он, по-моему, олицетворяет собой всё неудержимое, стихийное. Так. Сердце у него большое, доверчивое. И за свою доверчивость он и сам подчас страдает. Только одному не верил он никогда. Не верил тому, что врага нельзя сломить, обернуть в бегство. Хорошо. Очень хорошо. Вы знаете, Михаил Васильевич, белогвардейцы трепещут от одного имени Чапаева. Знаю. Избегают вступать с ним в бой. Чапаев теперь как орёл с завязанными глазами. Сердце трепетное, кровь горяча, порывы чудесны. Но вдруг расшумится, разбунтуется, ничего не пожалеет. Всё борьёт дальше нос и не глянет в бешенстве, в буйной слепоте. И всё же я убеждён, что из него, как из воскового, можно создавать новые и новые формы. Путь для этого? Надо разбередить в нём стремление к знаниям, к образованию, к науке, к широким горизонтам. Я часто наблюдал, Михаил Васильевич, как жадно он ухватывается за всякое новое слово. А ведь для него многое, многое является новым. Он охотно, любовно идёт навстречу всякой живой мысли. Отлично. В другом же бывает неподатлив. Порой упрям. Я слышал, товарищ Клычков, что он часто нервничает свыше меры. Причина. Причина. Причина, я думаю, в том, что его богатая энергия постоянно ищет выхода. И когда нет ей применения в делах, она всё-таки... Разряжается. Да. Порой и по-пустому. Бывает. Так. Ещё что? Народ его любит, верит ему, это главное. Бойцы за ним готовы в вагоне в воду отступать, он не умеет. Это герой, Михаил Васильевич. Народный герой. Я и сам того же мнения. Человек, он бесспорно незаурядный. Пользу может дать огромную. Только вот партизанщины дышат жарко. Впрочем, ничего. Ничего, что он горячий. Они и горячие-то ручными бывают. Дивизию ему дадим. Этот разговор происходил в Самаре, в кабинете товарища Фрунзе. В дни, угрожающие опасности на Колчаковском фронте. К тому времени меня с Чапаевым связывала настоящая боевая дружба, пережитая в месте опасности. А давно ли, кажется, получил я неожиданное назначение в Чапаевский отряд комиссаром? Как-то удивительно все сложилось. Я мечтал о Чапаеве, как о легендарной личности. И вдруг пришлось рядом с ним, плечом к плечу. Помню нашу первую встречу в селе Александровгай. Чапаева ждали туда каждый день. Его все не было. Я устроился в огромной пустующей квартире. Посередине зал, сбоку в комнатушке. В зале стоял рояль. Пусто в квартире. Холодно. Здравствуйте. Я Чапаев. Класьков. Давно приехали? Сейчас со станции. Петька! Лошадей! Раз будут готовы, Василий Иванович. Ай, Элька! Кто вы бы прислал, жилеет? Дождь не в этом, где-то. Василий Иванович, бумажки опять со штаба прислали какие-то. Ах ты, что ли? Я командовать приехал. Они с бумажками возиться. Для них писаря есть. Сейчас отправляюсь, комиссар со мной. В санях поедет. Конных в троих дать. Остальные к вечеру. На Таловку. Слушаю, Василий Иванович. Лошадей не гнать. Есть. Василий Иванович! Василий Иванович, там ребят собрались. Ожидают. Может, скажут, что. Собрались. Пошли, комиссар. Товарищи, мне сейчас разговаривать некогда. Еду на позицию, там поговорим, потому как мы приготовили белякам хорошую закуску и завтра угостим. А теперь прощайте. Айда, комиссар. Субтитры создавал DimaTorzok. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» 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 Я полагал бы, что... Командир принял уже решение, и, по-моему, оно правильное. Так, ну вот что, на то, что вы здесь говорили, наплевать и забыть. Теперь слушайте, чего я буду командовать. Наступать будем с обоих флангов. Речку вброд не переходить, мост выдержит, я сам проверял. Так, атаку начать ровно в пять часов утра. Понятно? Понятно, Василий Иванович. Приказ вот, я заготовил. Каждому командиру на руки. Верить надо, ребята, верить, что дело хорошо пойдёт, это главнее всего. И ещё, осторожность, никто не должен узнать, что пошли в наступление ни-ни. Узнают, пропало дело. Значит, если встретится на дороге казак, аль-Киргиз, ну, и мужик, всё равно задержать. Потом разберём. И ведь есть таковые. Вот есть и держи. Ты на него, на врага-то, оглядывайся. Знаешь, какой он, как выскочить с-под стола. И не рассусоливай с ним. А будешь с ним сусолить, он сам тебя вживу втянет. Это точно. Это как есть, Василий Иванович. Ну, вот. Петька, где гармонь? Где вся Серёжка? Давай. Гребела, буря, дождь сумел. Во мраке молнии блистали. Гребела, буря, 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 буря. И везде, буря, 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 буря. Куда, комиссар? Пройдусь немного. Было ещё совсем темно, когда подседлали коней, пришпорили и поскакали к станице Сломихинской, где засели враги. Белые молчали. Молчат. Молчат. Молчат, товарищ комиссар? Почему они молчат? Это зловещее молчание страшнее всякой стрельбы. Не идёт ли хитрое приготовление? Не готовится ли западня? Солдаты! Белые солдаты! Товарищи! Переходите на нашу сторону! Вас обманули! Крестьян на крестьян гонят! Мы ваши друзья! Переходите, товарищи! Переходите! Молчат! Ложись! Неровей! Неровей, ребята, неровей! Белые ударили орудийным салпом. Загремела наша батарея. Цепь залегала. Поднималась, мгновенную мчалась в перебежку и вновь залегала. В чёрной шапке с красным околышем, в чёрной бурке, будто крылья летевшие по ветру, из конца в конец носился Чапаев. Неровей! Неровей, ребята! Подпускай их ближе! Огонь по команде! Орудие рёвом крылья окрестностей. Шарахался по полю гул, будто метался в стороны, смертельно ревел гигантский зверь, загнанный в круг. Товарищи! До мной! Ура! 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 Милая, белые здесь, али ушли. Ушли, убежали. Ой, можно ли нам отсюда вылезать-то? Стрелять-то еще будете? Не, не будем, вылазь. Петька, жив? Живой, Василий Иванович? Собери бойцов, скажи, сам Чапаев говорить будет. Есть. Гляжу я на тебя, Василий Иванович. Ну, недоступный ты для моего разума человек. Наполеон, прямо Наполеон. Хуже, Петька, хуже. Наполеону-то легче было. Ни тебе пулеметов, ни тебе аэропланов. Благодать. А мне вот тоже на днях из штаба самолет прислали. Где-то одного бензину жрет, не напасешься. Василий Иванович, а что ты армией командовать можешь, а? Могу. А фронтом? Могу, Петька, могу. Ну, а всеми вооруженными силами республики? Завладаешь, Василий Иванович? Подучиться мало. Смогу и вооруженными силами. Ну, а мировой вождь, Василий Иванович, свладаешь? Нет, не сумею. Языков я не знаю. Да беги ты, наконец, чертова болячка. Бегу. Который тут командир будет? Ну, я командир. Нам самого главного. Чапая. Ну, я Чапаев. Чего надо? Не делай это. Обижают нас. Василий Иванович, ну, что ж это получается? Хлопцы твои уже по хатам шарят, шарят. Василий Иванович, ну, что... Стойте. Василий Иванович, неладно получается. Ребята из третьего взвода барахолят. Из глупости, из озорства. А крестьянам обида. Прекратить надо немедленно. Бойцы построены, Василий Иванович. А вот я им сейчас скажу. Пойдём, комиссар. Это как же понимать, товарищи бойцы? Позор дивизии нашей для всей Красной Армии. Хм, одно. Вы у кого тащите? У своего же мужика вы тащите. А между прочим, мы за этого мужика, да за рабочего, жизни своей кладём. Спротив эксплуатации. Спротив капиталу. Разного. Ай-яй-яй-яй-яй. Разве ж за то слава про нас идёт? Разве ж бандиты, чапаевцы? Ну, гляди у меня, герой. Я буду расстреливать каждого, кто наперёд будет замечен в грабеже сам. Я вам и декомандир. Только в строю. А на воле я вам товарищ. Ты приходи ко мне в полночь, за полночь. Я чай пью, пожалуйста, чай пью. Я обедаю, садитесь кушать. Вот я какой командир. Правильно я говорю? Я правильно говорю? Ну, вот, что обнинил меня. А то я ведь академиев-то не проходил. Я их не закончил. Вот, Василий Иванович, мужики сомневаются. К примеру, ты за большевиков, аль за коммунистов. Чего? Я спрашиваю, вы за большевиков, аль за коммунистов? За интернационал. А ты за какой? За второй или за третий? Чего за второй? Интернационал. Ну, за какой нужно, за тот и стою. Нет, а все-таки, за второй или за третий? А Ленин в каком? В третьем. Он его и создал, в третьей большевистской. Ну, и я за третий. Я за третий интернационал. Василий Иванович, картошку же готовы. Иду. Командиров зови. Есть. А, чёрт. Левый-то такой несподручный. Ты что, вихрь, ранен? Ранен, Василий Иванович. Ну, и дурак. Ты есть командир. И подставлять свой лоб всякой дурацкой пули не имеешь права. Так ведь пуля-то, Василий Иванович, она не разбирает, кто командир. Пули-то не разбирает, а ты сам-то разбираться должен. Голова отъесть на плечах. Вот, к примеру. Петька, сыпь картошку на стол. Вот, к примеру. Идёт отряд походным порядком. Вот он. Где должен быть командир? Впереди. На лихом коне. Показался противник. И открыл орудийный огонь. Комиссар, дайте трубку. Вот он. Орудийный огонь. Где должен быть командир? Опять может быть впереди. Потому как по одному человеку из орудий палить не станут. Теперь. Противник открыл пулемётный огонь. Вот, скажем, здесь у них десять пулемётов. А здесь два. Где? Тут, где десять, Василий Иванович. Тура, соображать должен. Где им тебя ухлопать легче? Тут, где десять. Значит, должен быть ты там, где два. Иначе без командира и отряду может крышка быть. Отряду может крышка быть. Теперь. Противник перешёл в атаку. Где должен быть командир? Быть впереди, Василий Иванович. Должен перейти в тыл. Своего отряда. Из какого-нибудь возвышенного места. Наблюдать всю картину боя. Иначе отряд могут обойтись с фланга. Теперь. Умелыми действиями командира его отряда. Противник отброшен и обращён в бегство. Отряд преследует отступающего в панике противника. Где должен быть командир? Опять впереди. На лихом ткане. И первым ворваться в город. На плечах неприятеля. Соображать надо. А ведь ты врёшь, Василий Иванович. Если надо, ты всегда сам впереди идёшь. Ну да кто, если надо? Чёрный ворон, чёрный ворон, Но ты врёшься надо мной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok